Друзья, всем доброго времени! Как меня слышно, видно сегодня меня не будет. Я забежала буквально на 5 минут представить замечательного спикера, замечательную женщину и участника нашей команды Центра гипнотерапии «Лотос». 10 баллов, да, поставьте, если меня слышно хорошо. Так, сейчас я посмотрю. 10, 10, 10. Замечательно, очень хорошо. Я рада вас приветствовать сегодняшним днем. Я не знаю, какая у вас погода. Я в Москве, и у нас солнечно, но, правда, холодновато. Друзья мои, сегодня будет выступать замечательный человек, который открывает серию хороших, очень нужных, полезных тем наших специалистов. Это сегодня будет выступать у нас Любочка Березняк. Сейчас я хочу рассказать о том, насколько это уникальный человек, как все, в принципе, у нас наши специалисты нашего Центра. Ну, на всякий случай, кто первый раз к нам забежал, поставьте единичку, да, что вообще вот первый раз, да, я представлюсь. Меня зовут Полина Сухова, я гипнотерапевт, я руководитель онлайн-центра «Лотос» гипнотерапии. Кто, соответственно, к нам часто забегает, пятерочку, ну и кто участник моих курсов, тренингов, других каких-то интересных мероприятий, да, десяточка. Отлично, очень хорошо. Здорово, здорово. Ага. И что я хочу сказать о Любе. Люба, во-первых, это моя уч... Естественно, все ученики, то есть все специалисты нашего Центра, это мои ученики, то есть они прошли мою школу. Конечно, у них было много-много других учителей, у них было много получено знаний из других источников, но все мы как одна команда, все мы единое целое. Когда-то Любочка пришла ко мне учеником. Началось это все с бесплатной консультации, я ее консультировала, потом она пошла в высшую школу парапсихологии, это было практически, по-моему, три года тому назад. И сейчас это высококлассный специалист, очень высокой квалификации, который уже наравне со мной идет и помогает людям. Ее энергетика уникальна тем, что она несет в буквальном смысле любовь высшего измерения. Ту, которую здесь люди очень часто теряют, высшего начала и дома своей души. Любочка с самим именем, буквально в смысле, распространяет эти вибрации высшей любви. И сегодня вы прочувствуете, насколько эти вибрации действительно соответствуют вот этому пониманию. Насколько это искренний, открытый, солнечный человек, насколько это радушный человек. И в то же время вот эта ее чистота и светлость, она еще, вы знаете, с примесью какого-то здорового ребячества. Это когда внутренний ребенок действительно правильный. Мы много знаем, что есть внутренний ребенок, есть родители, есть взрослые. И вот нужно прорабатывать всего внутреннего ребенка. И вот это как раз образец, как нужно правильно активировать его. И вот это сочетание внутреннего ребенка, этого интереса к жизни, этой открытости, принятия мира, принятия людей, принятия всего-всего, что здесь происходит на нашей планете Земля, это чистый образец, это Любочка-Березняк. Ну что еще сказать? Вы, когда сейчас начнете с ней общаться, вы поймете все без слов, потому что это будет на уровне от души к душе. Вы прочувствуете это всеми фибрами своей души. Сейчас буквально через 2 минутки Любочка выйдет. Люба, дай мне знак, если ты готова, поставь «да» или «плюсик». И, друзья мои, еще, да, Любочка готова. Будет сегодня замечательный вебинар, действительно уникальный, мы ее уже смотрели. И многим сегодня повезет. Я уж не знаю, по каким критериям Люба сегодня будет выбирать тех, кому действительно повезет, в том плане, что она даст мини-консультации бесплатной трем человекам по ее системе КАПСИ. Сейчас, Любочка, еще 2 минуты, будь готова. Я хочу сказать, друзья мои, что скоро праздник, 9 мая. Я хочу еще всех поздравить, кто сегодня, значит, здесь и кто на этой волне, кто понимает, насколько велик этот был праздник для многих, особенно россиян, и кто был когда-то в СССР. Те люди, которые уже в других государствах живут. Но здесь я хочу отметить следующее, что да, это была Великая Победа, ну, как бы над завоевателями. С другой стороны, для нас всех этот праздник несет немножко метафоричный, немножко более глубокий смысл. Победа должна быть прежде всего над собой. над собой, над собой имеется в виду и здесь над теми задачками, которые мы приходим сюда выполнять. Над теми частями внутренних каких-то характеристик человека, которые призваны делать нас лучше. именно вот эта главная победа будет, ну, то есть у каждого человека стоит как раз задача справиться с внутренними вот этими палками в колесах, да, по-другому можно это назвать и прочее. Поэтому вот эта внешняя победа над врагом, она как бы символизирует эту внутреннюю победу. И я вам всем желаю, чтобы в этом воплощении вы максимально, вы максимально обрели внутри мир, мир и гармонию. И у меня в честь, в честь праздника, уж не знаю, в честь и, ну, Великой Победы, я родилась тоже 9 мая. У меня двойной праздник. И тоже это как-то символично. И всех я людей веду именно к этой внутренней победе. Поэтому, друзья мои, я поздравляю вас с этим праздником. В честь этой двойной победы я завтра, обязательно смотрите рассылочку, и там будет новый подарок для вас, совершенно новый. Я буквально на днях отредактировала свою первую книгу, не все ее брали, читали, изучали. Эта книга первая моя, уж не буду говорить какая, но сейчас это новая редакция первой книги. Это называется «Инструкция по…» Так, сейчас название еще не помню точно, потому что я ее только написала. Значит, инструкция… Оль Сорокина, ты тут… Напиши неправильно, как называется моя книга. Вот. «Инструкция по эксплуатации мозга для обывателя». Она совершенно безоплатна, то есть она в доступе. Значит, открывайте завтрашнюю рассылку. Подарок – это книга уникальная, классная, очень простая. Плюс еще, конечно, там будет много-много-много-много-много-много подарков уникальных именно в этот день, которые будут давать вам возможность прикоснуться к тем знаниям, которые у меня идут по платной основе. Итак, друзья мои, ой-ёй-ёй, да, Наденька, да, Наденька, шикарная будет вам предоставлена возможность получить очень простые и уникальные знания, как обычно, которые я даю для вас со всей любовью и с душой. Ну что, значит, мы готовы встретить Любочку огромными аплодисментами в виде смайликов, ну то есть, да, кружочков, и плюс восклицательных знаков. Встречаем эту уникальную женщину и широкую и красивую душу. Я убегаю, и мы все ждем Любовь. Всем добрый день! Я хочу поблагодарить Полю за такое прекрасное, теплое предоставление, представление меня аудитории. И хочу поблагодарить всех вас, что вы пришли в этот прекрасный воскресный день, нашли время, чтобы услышать новую информацию, что-то взять для себя полезное и уделить внимание себе, своим любимым. Это я очень рада, что вы пришли на мой вебинар. Надеюсь, что он для вас будет очень интересным, полезным, познавательным однозначно. И сейчас хочу все-таки первое это проверить качество связи. Насколько вы меня слышите и видите, поставьте по 10-ти бальной шкале, пожалуйста. Отлично! Связь замечательная. Ну, я очень рада. Хорошо. И так как мы в эфире уже, как бы, определенное время прошло, но все-таки, возможно, будут подходить еще участники вебинара, и у меня к вам есть такое интересное предложение. Пожелайте себе в чате, напишите участникам нашего вебинара те слова, которые вам бы хотелось пожелать себе, возможно, пожелать окружающим, вашим близким, слова тепла, любви, то, что вам приходит в голову. И вот просто в чате пожелайте друг другу какие-то теплые, хорошие слова. Таким образом, мы уже создадим вот эту атмосферу доброжелательности, высоких энергий, вибраций, и наша работа пройдет очень и очень даже эффективно. В свою очередь, я хочу пожелать вам, чтобы наше общение прошло легко, чтобы вы получили для себя пользу из этого общения, какой-то инсайд, какое-то осознание, и применили эти знания в своей жизни. Потому что, когда мы просто получаем информацию, это знание, а когда мы уже ее применяем, то идет трансформация, изменение в нашей жизни. Так что давайте мы с вами пожелаем. И вот желаю всем вере, помощи, всегда идет от Вселенной, всем счастья, любви, мира в душе, и прекрасные слова, любви, радости, счастья, позитива, нежности и здоровья, осознание себя, себя в этом мире, здорово, любви, добра, благодати. Ой, как прекрасно! Я просто, вы знаете, думаю, что мы все это ощущаем, вот это наполнение гармонии, радости внутри, вокруг, и внутри, безусловно, и вокруг, то, что у нас солнечного, радостного, гармоничного дня. Я вас очень-очень благодарю, что вы такие активные, такие отзывчивые, ну это просто супер, это здорово. Думаю, что наше общение с вами сегодня пройдет на очень высоком-высоком таком, позитивном, хорошем настрое, и мы получим однозначно что-то, что-то полезное, классное для себя. Благодарю, ну столько прекрасной любви, изобилия, процветания, здорово. Благодарю вас за отзывчивость и тема нашего вебинара. Так, сейчас загружается обратное. Как найти ту золотую срединку, да, которая... Угу. Хорошо, сейчас презентация немножечко что-то у меня, скорость может быть небольшая, сейчас загрузится. Золотую срединку, да, в нашем, в любом, вот в жизни у вас что-то происходит сейчас. И я вам рекомендую перед вебинаром поставить намерение. А что же вы хотите получить? Да, какое вот осознание? И если в вашей жизни сейчас происходят какие-то события, вам хочется решить какой-то вопрос, возможно, это в отношениях, возможно, это в деятельности, в каком-либо вот сфере вашей жизни, вы поставьте намерение, чтобы вам пришла подсказка. Вот после вебинара, во время вебинара, вам пришла подсказка, как решить этот вопрос. И Вселенная обязательно откликнется, она вам в этом поможет. Потому что путь к просветлению лежит посредине. Это линия между противоположными крайностями. И вот такую я вам поставила картиночку, да, вот, жемчужинка. Какая она красивая, она посрединке. И мне хочется, чтобы каждый из вас вот нашел свою жемчужинку, нашел решение, чтобы это только было во благо вами, людям. Хорошо. И дальше следующий слайд. Так. Все-таки Поленька меня представила, ну, познакомимся с вами поближе. Так. Что-то у меня блистает не очень быстро. Угу. Ага. Так. Следующий слайд. И здесь, как бы, написаны те достижения, да, те знания, которые у меня сейчас есть. Те инструменты помощи людям, которые использую я в зависимости от какой ситуации, с какой проблемой человек ко мне приходит, я смотрю, что лучше использовать. Или регрессию, или кардинальную психодиагностику по дате рождения, или это метафорические карты, возможно, натальную карту составить. Очень часто я это комбинирую. Тогда получается более такая информация, как бы помощь, лучше человек это получает. А скажите, пожалуйста, презентацию вы мою видите, потому что я почему-то ее не вижу. Если видите, поставьте плюсики. Презентация есть у вас? Видно, да? Ага. Так. Так. Хорошо. Сейчас я еще. А сейчас, секундочку, я тогда обновлю, если я пропаду на секунду. Да, я... Маленькие технические моменты иногда случаются, но для меня важна тоже презентация, чтобы я листала ее для вас, да? И вот познакомимся поближе. Да, я сертифицированный гипнотерапевт, эксперт позитивного мышления, консультант-нумеролог. И я уже перечислила остальные данные. Автор онлайн-курса по кардинальной психодиагностике энергетического потенциала человека по дате рождения. Сокращенно это будет капсид. Дальше я, если и буду озвучивать, то сокращенно для вашего удобства. Немножечко здесь остановлюсь на этом моменте. Так как я проводила курсы, я очень люблю эту диагностику. В чем ее отличие от других видов нумерологии? Это тем, что она дает более глубокое осознание, понимание человека, характеристики его. Не 9 чисел расшифровывается, а 12. Также она дает возможность узнать миссию человека, если она есть, и какого направления. Сложный и легкий путь души, как человека видит со стороны. На диагностике я даю расшифровку по каждой цифре. И человек получает еще в аудио формате, в распечатанном виде. И, конечно же, плюс мои рекомендации. В этом плане хочу сказать, что мне очень здорово помогло обучение у Поли Суховой, потому что, когда я даю рекомендации, я уже ссылаюсь на тот огромный багаж знаний, которые я получила, обучаясь у Поли в школе. Это и эзотерическая медицина, и это НЛП, техники, упражнения. И таким образом уже подхожу индивидуально каждому человеку. О моей диагностике вы можете больше узнать у меня ВКонтакте. Это как бы рабочая рекламная моя страничка. Там есть отзывы, видеоотзывы. И также мои работы выложены. Вы можете там ознакомиться. Если есть желание, пожалуйста, приходите. И я с удовольствием тоже вам сделаю такую диагностику. Просто очень рекомендую. Оленька, благодарю, что сбросила мои данные. Вы можете перейти, подружиться со мной и потом написать в личку. Хорошо. Но кроме этих знаний, у меня, конечно же, есть еще мои таланты. Один из них – это сложную информацию давать легким, доступным языком. Опять же, об этом таланте своем я узнала, когда я проводила онлайн-курсы. И мне давали обратную связь уже, можно сказать, мои студенты, именно подчеркивая этот мой талант. Потому что язык универсологии, он достаточно непростой. А этот вид нумерологии, кардинальная психодиагностика, он разработан на базе Международной научной школы универсология. И вот такой есть талант. Есть у меня еще один талант. О нем я узнала, когда я по технике была в регрессии. И я узнала, что у меня еще есть талант соединителя. Я могу соединять, на первый взгляд, кажется, несоединимые вещи. И вы знаете, когда я узнала об этом таланте, то я начала приходить подтверждение этому, что таки, да, у меня есть эти способности. И я могу это нести в мир людям. Я хочу вам сказать, что каждый из вас наделен определенными талантами. И если вы хотите их быстрее узнать, открыть их в себе, я вас приглашаю в наш центр «Лотес», где наши специалисты. Вы можете выбрать любого. У нас прекрасные специалисты. Вы можете поработать с ними и узнать в тонком мире, да, о своих талантах. Потому что Вселенная, она ждет от вас проявления этих талантов. Во благо вам самим и во благо, конечно же, людей, общества, человечества. Так что приглашаем в наш центр. Пожалуйста, приходите. С удовольствием будем работать и доходить ваши таланты. Благодарю, Поленька, за... Ой, Оля, Оленька, за ссылочки. Хорошо. Да, и что еще хотела добавить? Кроме талантов, да, есть хобби. Увлечение хобби у нас есть у всех. Я думаю, что каждый из нас чем-то увлекается. Кто-то вязанием, кто-то рисует, кто-то танцует, кто-то любит кулинарию, да. И есть у меня тоже мои хобби, увлечения. Я люблю танцевать. На данный момент это восточные танцы. Для меня это открытие, потому что этим я занимаюсь всего лишь полгода. Но это философия, это энергетика женская. Вот женщинам буквально всем рекомендую идти на восточные танцы, потому что вы открываете в себе женскую энергию, мягкость, то, что вам дала природа, да, опознать опыт именно в женском теле. И восточные танцы в этом помогают. Очень нравится мне пилатес. По утрам пойти в спортзал, позаниматься. Это растяжка, это физические нагрузки, потому что наше тело физическое, мы бережем, мы за ним ухаживаем. Оно нам необходимо, оно наше любимое. Относимся так. Также я люблю фотографировать. Иногда пишу картины маслом. Немножечко сейчас это хобби отошло. Времени недостаточно. Но очень-очень люблю. Думаю, что и дальше буду в этом продвигаться. А почему я все это перечисляю? Напишите, пожалуйста, в чат, какие у вас есть хобби и увлечения. И вот пока вы будете писать, я просто вам расскажу, как я пришла от хобби и увлечения. Самым большим-большим моим увлечением это была психология. Всю мою жизнь. И как я пришла к тому, чем я сейчас занимаюсь. Это будет вам тоже как пример о возможности, может быть, задуматься. Вот напишите, пожалуйста, свои хобби, увлечения, что вы любите. Психология, танцевать и кулинария, вязание, макраме, танцы, рукоделие, стихи. Ой, стихи, какая прелесть. Ну, вообще всё прелесть. Всё прелесть, то, что вам нравится. Смотрите, я всю жизнь мне хотелось... Я очень рано поняла, что все вопросы внутри нас. Нужно к ним докопаться. Чтобы сам познать себя. А познать себя, чтобы потом управлять своей жизнью. Мне этого очень хотелось. Я этому уделяла всё своё свободное время. Вначале это были книги, а потом это были две вечерние школы. Я ходила на работу, но два раза в неделю, по три-четыре часа после работы я занималась в вечерних школах. Это была школа, международная школа универсология и школа психологии третьего тысячелетия. И плавание. Мне очень хочется и рассказать, и почитать то, что вы пишете. Слушать музыку, танцевать. Люблю читать. Психология. Как много психологии. Видите, как душа наша откликается, сейчас меняться. Нумерология. Замечательно. Путешествие. Цветными карандашами. Пастель, любику, хлеб бездрожжевой. Восточные танцы. Вау! Галина меня понимает, что такое восточные танцы. Да, и вот психология в какой-то момент настолько мою жизнь заполонила, ну вот на 99%, да. Было много дистанционного обучения. Вот три года назад, Поля правильно сказала, я прошла у неё годовое обучение. И я уже поняла, что я настолько этим живу, что я другим просто не могу заниматься. Я сознательно написала заявление, и я уволилась со своей работы. Это было четыре года назад. И вот сейчас для меня нет работы, для меня есть только творчество, есть моя любимая деятельность, помогать людям развиваться. Я сейчас продолжаю очень много учиться. И от всей души, вот делюсь со всеми знаниями, которые у меня есть. И когда я вижу изменения у людей в лучшую сторону, в каких-либо любых сферах их жизни, это, конечно, очень радует, наполняет. Я понимаю, что я на верном пути. Что, к чему я это ещё веду? Что я хочу вам донести? Смотрите, если у вас есть любимая работа, но у вас есть и хобби, и увлечение, которые помогают вам переключиться, немножко отдохнуть и так далее, ну, это всё прекрасно. Но если вы ходите не на любимую работу, вы уже чувствуете, что как бы вот меня в последнее время ноги просто уже туда не несли, задумайтесь, пожалуйста. Возможно, ваше хобби и увлечение можно превратить в вашу деятельность, в то, что вам будет приносить и удовольствие, и достойный заработок. Сейчас есть шикарные возможности предлагать свои услуги через интернет. И вы можете просто даже узнать, как на вашем хобби зарабатывают другие люди через интернет. В принципе, это не тема нашего вебинара, но мне хотелось вам показать вот свой путь, что если мы следуем своей душе, мы приходим к тому, чем мы занимаемся. И это действительно счастье. Это не пустые слова, это состояние вашей души. Каждый день проживать в счастье. И мне очень хочется вам всем этого пожелать, чтобы вы к этому стремились. Вы этого не боялись, но переходили, безусловно, плавно. Плавно искали возможности, учились, да, начинали себя искать. Хорошо, я почитаю, что вы ещё пишите. Психология, эзотерика, музыка, йога, рукоделие, танцы. Какие собрались у нас замечательные люди, которые многогранные. Мне это настолько перекликается. Поля правильно сказала? Я как тот ребёнок. Мне интересно всё. Я люблю всё. Было бы возможности, мне хотелось бы всё попробовать. Ага, Еленочка Кузнецова пишет. «Я даже ночью сегодня говорила во сне, что ненавижу свою работу. Думаю, просто устала». Да, смотрите, Елена, могут быть факты или переутомления, или всё-таки уже как бы ваше внутреннее состояние, что что-то не так. Но здесь будьте внимательны и осторожны. В любом случае, слово «ненавижу» мы не говорим. На данном этапе эта работа вам помогает. Да, помогает кушать, покупать какие-то продукты, да, помогает вам жить в этом мире, потому что мы живём в материальном мире. Вы её благодарите, но задумайтесь, а что мне, что мне больше импонирует, что мне нравится, вот чтобы я не слабый мир, да, и получала радость, счастье от этого. Угу. Оля пишет. «Благодарим вас за добрые пожелания. Я от души вам желаю. Я вас тоже благодарю за вот такое активное со мной общение. Это здорово. Это прекрасно. Хорошо. Вот, в принципе, вот я и хотела сказать, что каким образом, да, я пришла ко всему этому. Сейчас я очень рада быть сотрудником Центра Лотос Полины Суховой. Благодарна за то, что она меня пригласила, потому что эриксоновский гипноз, для меня это тоже было открытием. Это возможность соприкоснуться с тонким миром, с прошлой жизнью. Мне очень нравится быть проводником для людей, водить в эти миры и помогать им решать эти вопросы. По ходу вебинара я буду приводить вам несколько примеров, приведу вот о своих работах. В принципе, вы можете о них, конечно, почитать и в нашем центре, перейти и почитать. Замечательно. Хорошо. Вот так мы и представилась я вам. Как бы более полно. Ну, лично я могу немножко добавить. Забыла, забыла. Я в счастливых отношениях уже 31 год со своим мужем. А у меня две взрослые дочери и маленький внук уже мне подарили. Вот скоро ему будет 2 годика. Паша, мальчик. Так что в этом плане тоже все замечательно. Еще почитаю. Надежда пишет. Это было бы классно заниматься любимым делом, чтобы оно приносило и удовлетворение, материальный достаток. Пока не вижу, как это можно было бы совместить. Завидую людям, которые ходят на любимую работу. Смотрите, Надежда, абсолютно все реально. Вот поставьте здесь, знаете, что очень важно? Принять решение. Принять решение. Я к этому приду, чего я хочу. Но смотрите, здесь в чем многих и бывает заблуждение. Может, кто-то находится на таком этапе, я обращаюсь к такой аудитории. Мы хотим чего-то, любимую найти работу и реализоваться мне и так далее. Даем как бы запрос во Вселенную, но в этом направлении ничего не делаем. Понимаете, Вселенная результат не дает. Вселенная дает нам возможности. А возможности она вам даст после того, как вы внутри себя глубоко примете решение. Я хочу найти свое любимое дело, быть полезной себе и людям, приносить радость, счастье. И вот тогда считывайте уже знаковый символизм. Смотрите, когда в свое время я приняла решение, то у меня тут же появилась одна школа, на которой я 4 года вечерней обучалась. Это тоже труд. Вторая, через год следующая школа 3 года обучалась. И это уже тот багаж знаний, который мне давала Вселенная возможность прийти к тому, что я имею сейчас. Так что здесь выразить намерение прийти к этому результату и все следуйте своему пути. У вас все получится, просто уверена. Светлана пишет, я тоже жду, когда дети вырастут и тогда я буду заниматься. Вы, Полина, на всех курсах. Это мое решение. Вот, классно, выйду замуж и буду счастлива и быть с вами. Замуж можно выйти и сейчас. Никто вам не мешает. Я вам желаю этого, если вы свободны, я так поняла. Детки, да, я понимаю, что смотрите, реализация, я после 45 лет, дети у меня стали взрослые, самостоятельные и здесь у меня пошла вот полная реализация. Я начала выполнять свою миссию, потому что у меня есть миссия, вот по кардинальной психодиагностике я посмотрела и я ее выполняю. И таким образом, как бы, да, у нас есть, смотрите, задачи возраста. Если у вас есть еще дети, да, маленькие, которые или ходят в школу и так далее, вы уделяете им внимание, семье, это важный фактор. Вы можете чуть-чуть, последовательно, все-таки, смотрите, у меня была семья, но я много читала, я очень много читала книг. Я не смотрела там в телевизор какие-то сериалы и даже не читала художественную литературу, скажу вам честно, почти не читала. В начале там, первоначальных годов, может быть, а дальше это было все с какая-то специальной литературой или личностного роста, или по психологии. И таким образом багаж знаний был уже достаточно серьезный. Оля пишет, я хочу быть полезной миру. Прекрасное желание. Начните с себя, начните с себя, вот полюбить себя, быть полезной себе, вот рядом окружающих, и мир, мир откликнется. Вы потом наберете вот эти масштабы. Мне осталось немного, мне 49. Светлана. Светлана, вот вы знаете, я где-то в 49 начала только более активно уже консультировать, вести какие-то мастер-классы, вебинары после 49. Очень благополучно супружеского союза, развиваться, хочу быть здоровой. Прекрасное намерение, и настройтесь именно на результат, я это получу. Но всегда-всегда проанализируйте, что я могу дать миру, тому же супругу, не с позиции, что я получу, когда выйду замуж, а вот этот баланс, это интересная тема, но немножечко другая. Хорошо, мы не будем сильно в сторону уходить, я могу и на эту тему долго говорить с вами. Хорошо. Я все успею, в душе мне 35. Ну, это прекрасно, вы знаете, мне в душе вообще 30. Так что, смотрите, ведь нам дали сейчас форум, мы живем в новой эпохе, и сейчас нам дали возможность, то есть вот 50 лет, раньше человек, мы рассматривали, что он достаточно, ну, как бы пожилой считалось, да, а вы обратите внимание, сейчас 50 лет, только люди начинают раскрываться, я могу сказать это о себе, после 50, я только, да вообще полной грудью начинаю жить, получать удовольствие, быть полезной себе, меру, и получать удовольствие от всего, понимаете, а нам дали форум, что мы можем спокойно до 90 быть активными, а жить спокойненько, так до 120, и что такое 50 лет по сравнению 120-140 лет, да ничего, главное, позитивное мышление, здоровый образ жизни, любимая деятельность, и все у вас получится, да, 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 вот видите, активно развиваться, да, это я читала статью интересную, что нам дали 25 лет форум, что мы в 75 будем себя чувствовать так, как в 50, интересная статья, ну, сейчас уже не вспомню где, но она меня очень вдохновила, и только подтверждает, замечательно, хорошо, и тогда мы с вами двигаемся дальше, следующий слайд, так, ага, план вебинара, познакомимся с планом вебинара, я вас познакомлю с законом полярности, и на примере этого закона вы увидите, как можно найти золотую срединку, ту золотую срединку, которую нам хочется найти, чтобы быть вот в этой гармонии, балансе, радости, творчества, созидания, потому что когда полюсы, они, идет перекос, ну, это мы по ходу, я буду вам все рассказывать, дальше, у нас, я вам дам троечную систему, загадывания желания, как правильно загадывать желание, что она вам даст, она сохранит энергию, будете находиться тоже в равновесии, а в конце мы пройдем технику, это будет всего лишь, милые мои даты, пока не пишите, я чуть-чуть хочу вам озвучить, немножко позже это, смотрите, мы пройдем технику растворения внешних страхов, очень интересная техника, всего 5 минут, но она очень классная, она вам понравится, будете применять потом ее сами, и если вы прочитали внимательно, то первым трем участникам, поставившим свою дату рождения в чат, в конце вебинара, в конце, хорошо, в подарок безоплатная точечная диагностика по дате рождения от меня, почему в конце вебинара, и все-таки вы знаете, вебинар наш будет около 2 часов, я хочу, чтобы вы прослушали эту тему, которую я вам дам, она вам даст расширение сознания, я в этом уверена, вы немножко по-другому посмотрите на свою жизнь, и тогда уже в конце, вот действительно 3 человека, я посмотрю фамилию, вы напишите, и будет написан мой скайп, мы спишемся, что такое точечная диагностика, 20-30 минут в скайпе, я вам дам, я говорила цифр 12, я вам дам по 2-3 цифрам, актуальным для вас, или под ваш запрос, жизненная задача, проблема, которая у вас сейчас есть, диагностика помогает ее решить, мы вот проведу вам такую безоплатную диагностику, но это будет в самом конце, так что, пожалуйста, будьте внимательны, хорошо? Потому что я вижу, вы даты написали, но есть, как будем регламент придерживаться, придерживаться вебинаром. Замечательно. И тогда еще буквально 3 пункта я хочу озвучить. Лидия пишет, мне вчера было всего лишь 67, а мне кажется, что у меня все еще впереди. Вам не кажется, это действительно так, Лидия? Вы просто супер молодец. По намерениям, ощущениям, как живем, вселенная считывает, и нам это возвращает. Даты в конце вебинара. Да, Светлана, благодарю, что вы еще раз напомнили. Хорошо. И смотрите, немножко такие организационные моменты, чтобы наша работа прошла эффективно и как бы лучшим образом на самом вебинаре. Первый. Все-таки я буду оперировать на какие-то важные для меня мировоззрения. И я бы хотела, Лидия пишет у меня в прошлом году расширился кругозор, 50, начала изучать астрологию. Да, да, Лидия, ой, ну это, нам сейчас вселенная, другая эпоха, она нам дает возможности много познаний, меняться, внедрять все это. Мы живем в супер время, время перемен, это здорово. И смотрите, пожалуйста, все-таки напишите мне в чате ваше мировоззрение, если вы верите, что есть высшее начало, есть Творец, есть Бог, информационное поле, каждый может по-своему, есть кто-то выше над вами, если вы в это верите, то поставьте мне плюсики. Если кто-то, ну другое мировоззрение не воспринимает, думает, что только тело есть, то тогда минусы, чтобы я понимала аудиторию нашу, и как бы каждому человеку я нашла нужные слова и донесла информацию правильно. Замечательно, все верят, что есть высшее начало. Прекрасно. Будьте активны, пишите. Если кто-то не верит, не стесняйтесь, пишите минусы, это все нормально, у каждого своя картинка мира. Так что все окей. Хорошо, я вижу плюсы, замечательно. Смотрите еще дальше, тогда организационный такой момент. Общение в чате. Давайте я вам дам тему, и когда я буду вас спрашивать, понятно ли, непонятно, вы мне будете... А, Ирина, вот 50 на 50. Спасибо, Ирина, что написали. Я отвечу сейчас на ваш. И в чате вы тогда будете... Верю в Бога, но физические законы никто не отменял. Безусловно, мы живем в физическом мире, в физическом теле. Все верно, должно быть равновесие. Я по ходу вебинара на этом остановлюсь. И тогда в чате, когда я буду задавать вопросы, вы мне будете отвечать. Чтобы я не все время отвлекалась в чат, тогда мы и время сэкономим, и информация ляжет, она более, знаете, так по полочкам. Она будет ложиться, мы не будем отвлекаться и перескакивать с одного на другое. Вот это у меня к вам такая просьба. В общем-то, если вам нравится, поставьте по десятибалльной, по десяточке. Вам нравится, что мы будем взаимодействовать с вами? Я задаю вопросы, вы мне отвечаете. Отлично, да? Ну и замечательно, что вы принимаете эти правила. И последнее, что мне хочется вам донести. Будьте открыты информацией. Я понимаю, что сейчас информации очень много. и даже если вам покажется, что тема знакомая или я это знаю, все равно будьте открыты информацией и внимательны, потому что, когда мы говорим себе «я знаю», мы перекрываем поток информации, и мы тогда не развиваемся. Вы просто пустой потратите время. Еще хочу привести такой пример замечательный, он мне очень нравится. Информация в виде тортика. Вот такой есть торт. Это информация. Вот у вас большой, достаточно объем информации. Я понимаю, что те люди, которые пришли на вебинар, они достаточно уже информированы, много знают, сами мир могут много-много чего дать, да. Но вот если у вас этот торт, и на моем вебинаре, возможно, у вас произойдет какой-то инсайт, какое-то осознание, когда вы будете открыты информацией. И это вот ляжет как-то вишенка, как украшение на тот тортик, как шоколад, как какой-то фрукт. Она вот даст тот пазл, который дополнит ту информацию, которую у вас есть. Возможно, у вас что-то щелкнет, знаете, шетончик провалился. Вот будет здорово, если у вас провалится жетончик, или вы положите вишенку на тортик. Если вам это нравится, поставьте пятерочки. И мы будем двигаться дальше. Хорошо. Нравится такое. Пример. Я рада. Замечательно. И мы переходим к нашей... Что говорить, вместо я знаю, говорите, я открыта новой информацией. Я открыта новой информацией. И то, что я вам даже сказала, выразите намерение, что вы, благодаря этим знаниям, получите какой-то опыт, инсайт, осознание. Что-то вас продвинет, пройдет какой-то щелчочек в вас, и что-то изменится в вашей жизни, вы это примените. Вот таким образом. Я открыта. Вы знаете, вот мне нравятся слова Луизы Хей в этом плане. У нее... Она просто даже на сцене стояла, у нее вот так руки стояли. Я открыта и восприимчива ко всему лучшему в этом мире. Кажется, вот так звучали. Но, во всяком случае, открыта и восприимчива, и мир будет реагировать супер. Он будет давать вам возможности. Хорошо. И мы переходим непосредственно к дату рождения. Внимательно. Вы будете записывать в самом конце вебинара, когда я уже закончу, и тогда вы напишите. Хорошо? Все. Больше не отвлекаемся на чат. Мы переходим к нашей теме. А тема у нас так... Ага. Сейчас я немножко один слайд проскочила. Так. Угу. Сейчас, минуточку. Да, все-таки с этого. Смотрите, мне хочется привести слово Гёте. Люди повинуются законам природы, даже когда действуют против них. А внизу еще есть такие слова Ильфий Петров. Умный человек уступает дорогу трамваю не из вежливости. И вот эту картинку трамвайного депо я не просто так поставила. Потому что она очень здорово даже перекликается с той темой, которую я вам буду давать. А буду я вам давать универсальный закон Вселенной, один из универсальных законов Вселенной, полярность. Дело в том, что мироздание живет по универсальным законам. И когда человек знает эти универсальные законы, то можно сказать, что он ездит на этом трамвае. Потому что универсальные законы у них своя колея. Знаем мы об этих законах, не знаем мы об этих законах, но они действуют. И, безусловно, очень даже благоразумно знать эти законы, применять и ездить на этом трамвае, а не попадать под его колеса. Вот это мне хочется вам донести в этом вебинаре. Именно вот о знаниях. Потому что законы Вселенной, они были до нас, они существуют сейчас, они будут и после нас. И если мы уже знаем, то мы управляем. Мне очень нравится это слово, потому что знания, они дают возможность нам управлять своей жизнью осознанно. И вот смотрите, есть 4 уровня универсальных законов. Первый – это 7 универсальных принципов системы образования. Второй – это 3 универсальные схемы управления. Третье – это представление о всеединстве. И четвертый уровень – это 5 универсальных законов взаимодействия. Я здесь именно 5 универсальных законов взаимодействия перечислила. Первый из них – это полярность. Следующий – преемственность и подобие, причинная обусловленность, цикличность и альтернативность. Вот закон полярность я жирным шрифтом выделила, потому что именно с законом полярности мы сегодня с вами познакомимся. Следующий слайд. Смотрите, с законом полярности я вас хочу познакомить больше в тезисном таком формате, но я буду вам приводить примеры из жизни, самые простые примеры, чтобы информация ложилась легко и просто, как я и говорила. Но без тезисного понимания этого закона нам нужно понять глубину этого закона, как он проявляется. Мы на него тоже посмотрим с разных сторон, потому что закон полярности, он очень многогранен, он интересен. Вы вот познакомитесь с этим. Дело в том, что больше мы знаем, как просто полярность, крайности, да, и всё. А его проявление с разных сторон, вот на этом вебинаре вы и познакомитесь. И каким образом он будет помогать именно находить ту золотую срединку, которую нам хочется находить в этой жизни. И смотрите, закон полярности – это единство и борьбы противоположностей. Всякая целостная система состоит из пар противоположностей, которые имеют различные предназначения и критерии развития, но вместе с тем находятся во внутреннем единстве. Противоположности – это единое целое, но они выполняют разное функциональное назначение. Например, тот же плюс и минус. Мы используем для счёта, как знак выполняет… Но каждый знак выполняет свою функцию, да? Противоположности соединяются друг с другом на основе взаимного дополнения. Есть типы взаимного дополнения. Вот смотрите, взаимное дополнение по недостающему опыту. Здесь сразу могу привести пример. В какой-либо компании, например, есть бухгалтер и есть юрист. Например, им предстоит какая-то командировка, филиал, да, или в другой, ну, в другой город по своим делам. И вот здесь у них идёт взаимное дополнение по недостающему опыту, потому что каждый из них имеет свой, специфика работы. А что такое взаимное дополнение? Это взаимообмен по одинаковому опыту. Это, если мы возьмём даже, пусть та же бухгалтерия, да? Есть главный бухгалтер, есть специалисты рядом, и у каждого из них есть свой опыт, какая-то своя более узкая специфика. И таким образом вот у них идёт взаимообмен, но уже по одинаковому опыту. Вот так закон полярности имеет вот тоже вот такие грани. И следующий слайд. В чём суть закона полярности? В основе развития лежит раздвоение единого целого на противоположности и их совершенствовании, чтобы объединяться на более высоком уровне единства. Закон полярности акцентирует взаимодействие полюсов как источник и движущую силу развития. По следующим слайдам и по теме всё это будет раскрываться, наша тема. Более будет понятно. Вот смотрите, например, Ян и Инь. Ян – это мужское начало, мужчина, да? Инь – это женское. И вот смотрите, как по полярности они. Ян зачинает жизнь, а Инь вынашивает и рождает. Ян – это воля овладения материей. Инь – это чувствительность к миру. Женская энергетика. Ян несёт идею, цель, задаёт программу развития. Это его задачи. А Инь принимает программу, адаптирует, объединяет идею с материей окружающего мира. Вот таким образом они друг друга взаимодополняют. Они разные, несут разную функцию, но вот идёт вот это как бы и раздвоение целого, но противоположности, вот они идут на более высоком уровне, они идут к объединению. Каждый просто несёт свою функцию. А приведите мне, пожалуйста, примеры полярности. Какие вы знаете? Вот какие вы вспомнили? Ну, например, день, ночь. Напишите мне в чате, пожалуйста, немножечко, давайте вот тут вы тоже включитесь, полярности. Какие вы наблюдаете? Ведь полярности мы каждый день видим. Каждый день они проявляются в нашей жизни. Мы просто не задумываемся, мы не обращаем внимания. Тепло, холодно, правильно. Температурный режим, холодно, горячо. Солнце, луна, пол, потолок, да, это белое, чёрное, мужское, женское. Восход, закат, белое, чёрное, хорошо. А смотрите, я вам немножко тоже такие примеры приведу. День, ночь рождаются сутки, вот с этой позиции. Тепло, холодно, это температурный, да, режим. Свет, тень, вот день, день, ночь, безусловно. Вперёд, назад, это показывает направление. Рождение и смерть, это жизнь. Ага, север-юх, добро, зло, вот, добро, зло, точно. Весёлый, грустный, да, это полярности. Добро, зло, это диапазон морали, мы видим. А вера и страх, это диапазон возможностей человека. Весёлый, грустный. Ну вот, вы видите уже, как полярности у нас есть. Мы их видим каждый день, каждый день. После нашего вебинара вы ещё больше будете их замечать. Я в этом просто уверена. Хорошо, и мы двигаемся дальше. Очень часто закон полярности, а любовь, ненависть очень такой, да. Классный пример, небо, земля, чёрный-белый. Да-да, спасибо вам большое за активность, кто пишет. Я вас благодарю. Понимаете, мы включаемся в этот процесс, и мы уже это более проникаемся. Когда мы активны, мы больше уходим в эту тему. Мы больше возьмём от этого, кто активный, больше возьмёт информацию с собой. И смотрите, очень часто в мифах приводят примеры борьба света и тьмы, добра и зла. Это вообще самая распространённая в мифах борьба полярных начал. Это полярные начала. И вот наличие противоположностей – это необходимое условие развития всего сущего. И чтобы было развитие, должны быть полюса. Здесь я вам даже привела пример две такие картинки. Был вот бог солнца, гор, это в мифологии, который каждое утро побеждал бога тьмы Сета. А вечером приходил бог тьмы и побеждал бога Солнца. И вот эта борьба тьмы и света, она показана вот в мифологии. Очень много есть примеров в художественной литературе. Мы знаем, да, фильмы, сколько фильмов мы знаем, когда сказки, когда добро побеждает зло. Так что закон полярности мы можем наблюдать очень много именно в художественной литературе. Хочу вам привести вот такой пример. Здесь заложена такая глубина, я вот вам сейчас попытаюсь ее донести. Жизнь полосатая, да? Когда полоса черная, мы учимся видеть хорошее в плохом и извлекать необходимые уроки. Когда полоса светлая, учимся ценить радости жизни и возможность подготовиться к новым испытаниям. Я сейчас немножечко вам расшифрую больше именно вот этот момент. Смотрите, у нас у всех бывает, да? Собрались, я знаю, что здесь люди достаточно продвинутые, которые у нас состояние наше, кстати, благодаря поле обучения и ее курсах, настолько позитивное мышление находится на высоком уровне, что как бы полоса черная, мы уже, ну и не воспринимаем, что такое может быть. Вот действительно, когда вы находитесь на высоких вибрациях, и ваше отношение к жизни уже очень позитивное, когда вы ушли от, мне нравится вот этот этап перехода от слова «проблема», слово «проблема» мы не употребляем. Это слово очень низковибрационное. Просто постарайтесь убрать с лексикона слово «проблема». Нет проблем. Мы проблемы переводим в задачи. Задача, само слово уже более высокое, вибрационное. И что, когда мы говорим «у меня есть задача», здесь можно даже взвесить на уровне физики. Когда мы говорим слово «проблема», вы можете сейчас прочувствовать сразу тяжело, как мешок на плечах, нам тяжело, оно опускает. Когда мы говорим слово «задачка», у нас уже проявляется любопытство. Наш ум ищет варианты решения, как в школе, разные задачки. А когда мы задачку переводим уже в опыт, отношение смотрим на проблему, как на опыт, с уровня уже души. Как интересно, какой опыт я получаю сейчас. А если сильная проблема, мы говорим себе, вообще задачка творческая, вообще высокая задачка. Смотрим с уровня души опыт. Ну и дальше следующее, опыт перевести в успех. Когда что бы в вашей жизни не происходило, это успех. Но это путь. Безусловно, это путь. И каждый из нас находится на разном сейчас уровне прохождения этого пути. Это нормально. Мы все были на каждом этапе. И вот что я вам хочу сказать. Сейчас мне в чат что-то написано. Ага, в нём 3А. Это первая буква. Ну хорошо, немножко не поняла про букву. Смотрите, когда у нас полоса чёрная. Если вы так воспринимаете, потому что эмоциональное состояние у людей может быть разное. Это нормально. Мы не можем быть всё время вау, только в радости. Иногда нам нужно немножечко и погрустить, и о чём-то задуматься. И в такие моменты у нас может возникнуть ощущение, вот какая-то полоса такая, вот проблемы навалились. Нужно решать их, какие-то задачки. И что важно в этом состоянии? Учиться видеть хорошее в плохом. Это что? Вычерпываем плюсы. Те же техники из НЛП. Вычерпываем плюсы из любой ситуации. И извлекаем необходимые уроки. Могу лично привести пример. Давно я не болела. Уже не помню вообще когда. Но здесь вот была у нас стихия в городе Днепр. Завалилось снегом, было очень холодно, и я приболела. Но я-то понимаю, что снег здесь ни при чём. И когда уже, как говорится, болезнь меня положила отдохнуть, я лежала и анализировала, что же произошло. Во-первых, я вычерпала все плюсы из того состояния, в котором я находилась. Я сделала те вещи, которые я откладывала. Для меня они были актуальными. Я это чётко увидела просто. И потом я не считала знаки, которые мне давала Вселенная. Давно не отдыхала. Мне прямым текстом 4 человека давали сигнал «отдохни, отдохни». Нет вот такой рвения, да, работать. Меня просто в физическое тело положили, ну выспись ты в конце концов. Понимаете? Это то, о чём мы говорим, что нужно уравновешивать, прислушиваться к своему физическому телу. Духовное развитие прекрасно, но физическое тело у него тоже свои задачки. И вот очень важно, понимаете, в таком состоянии не хандрить, не углубляться ещё дальше, не превращаться в роли жертвы, спокойно принять ситуацию, вычерпать плюсы, а что же полезно это мне несёт, и какие уроки из этого я должна извлечь. Вот и всё. Вы уже не будете застревать на низких вибрациях долго и так далее. А когда у нас, вот я, картинка, да, там дождя, вот, а нижняя картинка, это голубое небо и поле. А когда светлая полоса, когда мы в радости, и всё у нас замечательно, мы можем тоже, вот знаете, как само собой это всё воспринимать и проскакивать вот это состояние. Что я вам могу порекомендовать? Учимся ценить радости жизни и возможность подготовиться к новым испытаниям. Жизнь не может быть постоянно ровной, а развитие там, где напряжение. И мы должны понимать, что вот после вот этого подъёма, такого классного, у нас что-то здорово получилось, у нас вообще всё прекрасно, осознанно вот радуемся, набираемся энергии, силы, потому что придёт задачка. Ведь мы на планете Земля для того, чтобы получать опыт. А как мы получим опыт, если мы будем, ну вот, только лежать на диване, да, вкусненько кушать, ну вообще всё так вот классно, ничего не делать. Опыт мы такой, это будет опыт только тела, а души никак. И здесь мы должны осознанно подходить к тому, что будут определённые какие-то задачки. По работе, по отношениям, по каким-то другим аспектам. И вы вот в состоянии радости набираетесь вот этой энергии, осознанно. Ух, у меня столько энергии, да, я вообще тут сверну всё, все, говорится, задачки порешаю, у меня будет успех. Вот осознанно к этому подходите. Хотя бы несколько раз, да, вот так, я здесь и сейчас, у меня всё классно. Я не говорю, что вы должны постоянно вот ходить в таком состоянии осознанности, что вот-вот я тут всё, понимаете, наслаждайтесь. Всё это мы делаем, вот это действительно золотую срединку. Но мне хотелось вот вам донести, что находясь в каком-то более низковибрационном, извлекаем уроки, хорошие находим, и мы знаем, что будет всегда светлая полоса. Живём в ожидании этой светлой полосы. Светлая полоса, прекрасно радуемся, набираемся энергии, потому что мы знаем, что будет следующее. С этим согласны? Если вам нравится такой подход, вот это, есть немножко осознание, поставьте мне семёрочки, что я вам донесла вот эту суть. Тоже поляризация, это поляризация. Угу, понятно, да? Благодарю, благодарю вас за обратную связь. Очень хорошо, и мы с вами тогда двигаемся дальше. А вопрос, как можно радоваться, когда у мужа инфаркт? Ну, смотрите, я не говорю, что вы должны радоваться, как говорится, прыгать на одной ножке, да? Вы здесь смотрите, как я сказала, с уровня души, что это за урок для вас и для мужа. Это даже не с уровня задачки, а посмотрите, с уровня души. Вам станет гораздо легче, во всяком случае, принять эту ситуацию, чтобы разобраться в ней. Ну, возможно, пусть вы там, да, немножко всё уляжется лучше, когда будете морально готовы. Например, ну, я не то что пропагандирую, я могу вам порекомендовать, обратитесь в центр, да, сходите вот к наставникам, задайте им вопросы, для чего вам дан такой урок, а что вам нужно сделать, ведь они дают рекомендации. И, возможно, тогда вот эту ситуацию вы поправите гораздо быстрее, вы выйдете с неё быстрее, и вы, и ваш муж. Я желаю вам от души этого. Так что отнеситесь просто как с уровня души, что за урок, потому что в любом случае это урок. Вы знаете, ведь в моей жизни тоже не всё так было сладко, всё так прекрасно, да? У всех на свои испытания. И я хочу, могу с вами поделиться своим опытом. Семь лет назад у меня самой был микроинсульт. У меня был микроинсульт, я попала в больницу, мне даже потом предлагали даже перейти на инвалидность. Но, слава Богу, я очень быстро вышла из этого состояния. А вышла почему? Я уже тогда занималась психологией. И я начала искать ответ, почему это со мной произошло. Почему со мной это произошло? Вы знаете, вот я лежала в палате, мне было 45, а в основном инсульт, это мне не, хотя он сейчас помолодел, но всё-таки это возраст больше до 70 и за 70. Как говорится, со мной лежали бабушки, и такой контраст. Ну, первые дни, конечно, у меня была обида, жалко себя, за что, и почему я здесь, и почему со мной это произошло. А когда я осознала все причины, почему это со мной произошло, я взяла литературу, начала, хотя мне тяжело было очень читать, потому что было жутчайшее головокружение, я не могла ни телевизор смотреть, ни читать ничего, только лежать. Но я потихоньку начала читать Норбекова, я начала читать другую литературу. И когда я осознала все свои ошибки, пошло стремительное выздоровление. И мой врач, невропатолог, она сказала, вы выходите просто, я удивляюсь, как это вы вот так здорово, классно вышли, и очень быстро. Так что здесь нужно поработать, осознать вот эти уроки. Я тогда осознала. Хорошо, я ответила на ваш вопрос, да? Ага. А пока не пускают мои ангелы, Лилия пишет. Я вам очень рекомендую медитации. Включайте медитации, почаще будьте сама с собой, расслабляйтесь, подготавливайтесь к этому. Медитации этому очень помогают. Светлана. Когда мой сын заболел, я была очень спокойная, он быстро выздоровел. Главное быть спокойной в любых ситуациях. Да, мы смотрим максимально, чем мы можем помочь человеку. Проявляем свою любовь, свою любовь, заботу искреннюю, глубинную. Уже ваша любовь будет исцелять этого человека. Не претензии, не жалость, не роль жертвы, а именно… Вот, Оленька, благодарю за медитации. Слушайте медитации. Медитации – это возможность в вашей душе побыть сама с собой. Ведь наш ум, разум, он кричит очень громко. Он перебьёт аргументами, забьёт вас просто разными неконструктивными часто вещами. Потому что у него свои задачи. А душа, она всегда говорит очень тихо. У неё голос тихонечко говорит. Она говорит от сердца. И её нужно услышать. А если мы в суете каждодневной громко живём, мы её просто не слышим. Возможность в медитации услышать душу, у вас тогда будет большая, процентная вот эта возможность. Вообще побыть с собой, расслабить это тело, расслабить ум. И вам будут приходить тогда и подсказки. И ваши ангелы тогда будут рядом. Более мы, конечно, их просим. Мы не ждём, когда они нам начнут активно что-то, да. Мы помним, что ангелы рядом, но они ждут, когда вы озвучите, что вы хотите, чтобы они вам помогли. Пожалуйста, я думаю, что на предыдущих вебинарах вы были, да, я видела, что там по пятёрочкам к поле ходите. Эту тему знаете, что озвучиваем одну-две просьбы. Даём время им выполнить. Они тут же передумали что-то другое. Они тогда в ступоре, они стоят, им сложно вам помочь. Будьте тоже, как бы, толерантны к этому, терпеливы, внимательны, считывайте знаки и всегда благодарите. Я сейчас знаки, когда считываю, они приходят каждый день, только успевая считывать. Это супер. Это высший пилотаж, если честно. Мне это настолько нравится. И пришёл, только запрос дала, пришёл я. Я благодарю, всё я поняла, учитываю и двигаюсь дальше. Вот таким образом. Оленька, спасибо за медитации. И смотрите, следующий слайд у нас. Почему важно не только знать, что противоположности есть, но и осознавать их суть. Истинный путь посреди, между крайностями. Это и есть золотая средина. И я привела вот такой простой, самый простой слайдик. Когда вот слева у нас девушка худенькая такая с яблочком. Но здесь крайность какая? Когда очень сильно хотят похудеть, и уже кидаются в крайности, и человек уже доводит себя до изнеможения. Это крайность. И следующая девушка, которая любит покушать, там, да, булочки, там, что-то такое мучное и всё. И как бы это тоже крайность, когда только питаем физическое тело, да ещё, ну, неполезной пищей. Лишний вес. Человек начинает физическое тело страдать, заболевание, не нравится себе, падает самооценка. Это крайность. Очень хорошо находить вот эту золотую срединку, да, и яблоко съесть. Иногда и себя булочкой побаловать. Иногда, да. Но мы выбираем здоровую пищу. Мы выбираем физические нагрузки. Мы выбираем позитивное мышление. И тогда наше физическое тело будет в прекрасной форме. Поверьте. И энергии будет достаточно. И себе будете нравиться, и людям. И вот мы учимся осознавать противоположности, чтобы находить золотую средину. Вот тогда в своей жизни осознавайте вот эти противоположности. Вы можете задавать себе такой вопрос. А где я сейчас? Где я сейчас нахожусь? В какой крайности, да? Особенно если вы находитесь в каком-то деструктивном состоянии. Там гнева, злости, раздражения, обиды. Это все низковибрационные состояния, которые нас наполняют низкими вибрациями. Ничего хорошего они нам не несут. У нас есть другие полярности, да. И мы стремимся тогда на эту полярность. Но находим золотую срединку. В каком плане? Иногда погрустили. Позволили себе это. Иногда попечалились. Иногда пообижались. Всё это мы себе позволяем. Мы себя любим и принимаем такими, какими мы есть. Потому что мы пришли сюда развиваться. Мы ещё далеко не совершенны. И важно принимать в себе вот эти несовершенства. Я люблю себя, принимаю себя. Я сейчас немножко погрущу. Но погрущу 5-10 минут. Но я себе это позволяю. И перейду в другое состояние. Выпью чашечку кофе, съем шоколадку. Посмотрел какой-то фильм комедийный. Заряжусь каким-то позитивом. И иду уже в жизнь. Уже с именно созидательным намерением. Что-то создавать. А не разрушать себя и рядом мир. Вот здесь вот этот момент отслеживайте. И даже вот то состояние, которое я говорила перед вебинаром. У вас, да? Определитесь. Я сейчас почитаю, что мне пишут в чате. Какой может быть серединка между добром и злом? Не делая добра и не делать зла. Вот здесь непонятно, да? Потому и поговорка. Не делай добра, не получишь зла. Смотрите, здесь что может иметься в виду? Не делайте добро, если вас об этом не просят. В каком плане? Часто мы сталкиваемся с тем, особенно когда мы начинаем по психологии, мы начинаем что-то познавать, расти, мы начинаем в чём-то разбираться. И нам так хочется ближним это донести. А они немножко находятся на другом уровне сознания. У них другие интересы. У них в принципе в жизни и так хорошо. И вот это навязывание уже с вашей позиции как бы добра. Но я же хочу добра этому человеку. Я вот даю ему рекомендацию, я ему даю совет, а он там вот как бы не реагирует. Не надо. Давайте добро, когда вас об этом попросят. Вот тогда вот это будет золотая срединка. Вот тогда это будет польза. Человек и возьмёт, и вы получите удовольствие. Потому что он у вас это возьмёт. Вот это будет тот баланс взаимообмена. Вы поделились то, что у вас есть. Он взял, применил. И ему польза, и вам польза. Вот это золотая срединка. Сейчас я ищу вопрос этот. Не делать добро. А, я ответила. Да, да. Есть словосочетание причинить добро. Возьмёт тот, кто просит. Безусловно. Тот, который готов уже. Есть же вот эта фраза, да. К учителю приходит. Ну, то есть учитель приходит, когда готов ученик. Надежда пишет. Ну, я могу же пользу и по-другому приносить. Например, животным помогать. Безусловно. Если у вас есть внутренняя такая потребность. Вот хочется, так мне вот пользу. Находите варианты. Выразите вот это намерение. Я хочу приносить пользу. И то, что я говорила. Вселенная вам не будет готовым результат давать. Она вам даёт варианты и возможности. Возможно, вы сможете, например, моя дочь старшая очень любит животных. Она сама дизайнер. И вот она работала в приютах как волонтёр. Она им делала, как дизайнер, какие-то рекламки, какие-то оформления и так далее. Но у неё не было временных рамок, чтобы приходить. Ну, пару раз она приходила там помыть клетки, да, и непосредственно за животными поухаживать. Но по мере своих сил она помогала приюту в городе Днепр. В конечном счёте она всё-таки подобрала себе собачку. Пожалела маленькую. И пока её лечили, она к ней привыкла. Потому что собачка была нездорова. Подобрали щеночек на улице. Хотели приют отдать. И сейчас этот Тобик, она его назвала, он благополучно у неё живёт уже 9 лет. Так что вот так. Добро. Понимаете, если вы хотите, вы везде найдёте возможность его проявить. И это будет во благо. Понимаете. Замечательно. Хорошо. Вот по этому слайду всё понятно. Если всё понятно, поставьте мне восьмёрочки. Да-да-да. Вселенная любит всех. Она нейтральна, абсолютно правильно. Это мы, смотрите, нам дают добро и зло. Полярность вот это, чтобы почувствовать, что такое добро, что такое зло. Немножечко дальше по слайдам я это разберу на двух словах. Что такое страх и что такое любовь. Спасибо вам за обратную связь. Благодарю. И мы двигаемся дальше. Немножко водички выпью. Хорошо. И как я вам говорила, закон полярности, он очень интересен, он многогранен. Мы познаём его дальше. А, Марина пишет, вы живёте в Днепре, я в Запорожье рядышком. Да, я живу в городе Днепр, рядом в Запорожье. Конечно, полтора часа всего лишь маршрутка или час даже, да? Замечательно. Но у меня есть одна новость. Я переезжаю жить в город Одессу. Так что в Днепре я ещё немножко, и будет решаться этим летом вопрос. Хорошо. Лилия ещё пишет, какого волка будем кормить? Ага. Кривой рог. Ну, я рада, что с Украины столько. Я всем рада, кто пришёл на наш вебинар. Вы знаете, я настолько сейчас отношусь, это состояние внутренней души. У меня друзья по всему миру сейчас, у меня подруги, друзья, все приглашают в гости. Это состояние такой общности. Потому что все мы искорки Божьи. Все мы любимы Богом. И независимо, какой мы национальности, независимо, в какой стране мы живём, нас объединяет общая вот эта любовь, познание этого мира, быть полезным этому миру, нести добро, да, взаимообмен вот этим. Мы недаром вот здесь все собрались. Вот в нашей комнате, да, сейчас вот находится 80 человек. Херсонская область. Прекрасно. Ну вот в Одессе буду, значит, поближе к Херсону, из Киева. Ой, здорово, здорово. Всех люблю. И, конечно, вот 80 человек. Мы здесь все, все мы сейчас обмениваемся. Вот вы пишете, вы даёте мне энергию. Я с удовольствием делюсь с вами. Беларусь, Гродно. Отлично. У меня в Гродно сейчас художник живёт Еле, Светлана Лодина. Вот я у неё ходила, рисовала картины. Она переехала из Днепра, Красноярск, Московская область. А под Москвой у меня дочь старшая сейчас живёт. Это город Жуков. Так что супер, супер. Как хорошо, что есть интернет, и мы можем вот так здорово, такой классной компанией сейчас пообщаться, да. Это замечательно. И вот такой у меня интересный слайд. Давайте переключимся на него. Взаимодействие противоположностей. Есть два основных вида взаимодействий. Это сейнергетическое взаимодействие систем одного уровня. Что это такое? Это человек-человек, коллектив-коллектив, государство-государство. Вот они взаимодействуют. Ребята, дальше пишут и Амурская область, и Свердловская область. Я Испания даже. Ну, я прекрасна. У меня в Лондоне подруга Гуранда. Большой ей привет другу. Она смотрит. Москва. Здорово. Очень-очень всем рада. И тогда мы вернёмся. Смотрите. С энергетической я объяснила. Это взаимодействует, когда системы одного уровня. А и Ерхарическое. Это взаимодействие систем разного уровня. Здесь уже у нас идёт, когда человек-коллектив. Коллектив-государство. И так далее. И смотрите, что в реальности одновременно осуществляется и сэнергетическое, и Ерхарическое взаимодействие. Поэтому развитие происходит наше. По спирали. Стремимся к полноте энергообмена, чтобы развитие было эффективным. Что здесь имеется в виду? Учимся сотрудничать с равными себе. Это по горизонтали. Быть полезным тем, чей опыт больше нашего. Это иерархия. Тот, кто выше нас. Вот можно привести пример. Я хочу быть полезной. Вот Поле Суховой. Она организовала центр ВОТОС. И я как сотрудник, я хочу быть ей полезной тем, что у меня есть. И у неё опыта больше в этом плане. И помогать тем, кто младше и слабее нас. Я с удовольствием помогаю тем, кто идёт за мной. Кто тоже обучается, но у них ещё меньше опыта. Я с огромным удовольствием делюсь этим опытом. Привожу примеры. Говорю, с чем они могут столкнуться. Как лучше с этим справиться. Потому что я этот путь уже прошла. И вот таким образом у нас идёт такой энергообмен очень активный. Смотрите, по вертикали, по горизонтали сотрудничаю с коллегами. И кто ниже нас немножко. В садике есть ясельная группа, средняя, старшая группа. Также в школе, в университете. И поймите одно. Если вы находитесь на уровне сознания вашей, школы или университета, то мы должны помнить, что мы всегда ходили в этот садик. Мы тоже были там. И когда вы видите на улице где-то, в транспорте, в каком-то коллективе, что человек ведёт с вашей точки зрения, ведёт себя, вам кажется, неправильно, деструктивно, неправильно выражается, грубо, кого-то обзывает или кого-то обсуждает. Вот здесь, понимаете, должно быть вот это понимание и принятие человека, что его уровень сознания ещё… Просто он низкий, он ещё не понимает этого. Ваша задача – чем-то помочь, что-то подсказать. Но мы помним, да, если человек готов это услышать. Но во всяком случае, у вас не должно быть раздражения, критики, непринятия, высокомерия. Нет, мы относимся к любовью ко всем людям. Потому что мы должны помнить, Бог нас любит всех. Каждый человек просто познаёт свой опыт. Хочу привести вам такой пример, когда я вот просто вот такой маленький, азы, да, привела пример университета, школы, садика своей старшей сестре, которая на 10 лет меня старше, она живёт в Киеве, на работу, в метро ездит. И часто она наблюдала, вот что-то ей не нравилось, поведение там молодёжи, ещё какие-то вот… И возникало у неё это раздражение. Она могла прийти и, например, «Ой, ты представляешь, ну как он мог себя так вести?» Или там т-т-т-т. Когда я ей это рассказала, ну, он на своём уровне. Дай ему проявиться, дай ему познать свой опыт без критики. Она сказала, «Ты знаешь, большое тебе спасибо, я теперь так спокойно езжу, я, наоборот, мысленно посылаю этому человеку даже любовь». Вот если вы мысленно будете посылать человеку любовь, белый свет, божественный свет, да, засветить его, просто сверху пустить поток на этого человека, вы увидите, как он сразу успокоится. Сразу, не сразу, но он успокоится. Он почувствует вот эту энергию. И таким образом вы поможете. Не обязательно говорить словами, да, чтобы не быть навязчивым, или вас неправильно поймут. Работайте на уровне энергии. Ведь мы, человек — это энергия, энергетическое существо. Это очень легко и просто. Вот таким образом я вот немножко остановилась, да, чтобы у вас было полное такое принятие мира. Вырабатывайте себе вот этот такой осознанный подход. И картина Леонардо да Винчи не просто так. Это святой Иоанн Креститель. Он показывает рука вверх. Помните о Боге, о Высшем. И рука в сердце. Любите ближнего. И помните о ближних, которые рядом с вами. Вот Леонардо да Винчи в этой картине он передал вот такой смысл. И он очень даже подходит вот закону полярности вот этого, да, взаимодействия. Что мы помним о Боге, но мы помним и о ближних людях, которые рядом с нами. Хорошо, здесь пишут в чате мне. Работаю, Елена пишет. В наркологическом диспансере. Тренируюсь любить людей и принимать их. Всё замечательно. Елена, прекрасно. Знаете, единственное, что мне не очень нравится, слово тренируюсь. Тренируюсь, это что-то такое, знаете, это спортзал. Но это моё ощущение. Я в том плане, что я могу, вот сейчас можем даже всё вместе подумать, как это слово заменить. Не тренируюсь. Галина пишет. Как вовремя приходится информация? Безусловно. Если вы открыты, вот то, что я просила, будьте открыты. Информация будет вам идти всё вовремя. А вот учусь, ой, благодарю, Елена. Я бы только хотела сказать, давайте нам чат подскажет. Вот-вот, подскажите, как нам более стремлюсь принимать. Да-да-да-да. Это более такие мягкие, более на высоких вибрациях. Мой телефон, Нина, ага. Отлично, отлично. Благодарю, что вы отзывчивые и готовы. Вот понимаете, вот сейчас у нас происходит взаимообмен. Мы вот помогаем друг другу. Получаю опыт, прекрасно, замечательно. Вот получаю опыт тоже и учусь. Отлично, здорово. И мы двигаемся с вами дальше. Следующий слайд. И такой слайдик, что стимулирует полярный начало к единению. Сейчас я водички немножко попью. Чтобы мой голос не садился. Поскольку полярные начало – это крайние стороны единства, то между ними всегда существует напряжение. Напряжение является источником и движущей силой развития. Нет напряжения – нет развития. Нередко самые важные поступки мы совершаем именно в процессе преодоления трудностей. И это действительно так. Если каждый из вас вспомнит, что именно в какой-то такой, кажется, сложной, тяжелой ситуации, но вы сделали отличные поступки, которые вас продвинули, которые вас сделали сильнее, которые вас сделали мудрее, возможно, добрее или спокойней у каждого свой, но именно через вот какую-то трудность. Отсутствие напряжения – один из признаков остановки в развитии. Признак застоя и деградации. И смотрите, здесь такая картиночка вам, да, кардиограмма сердца человека, живого человека. Вот если мы делаем кардиограмму, мы видим, да, вот эти всплески и падения. А когда человек умер, кардиограмма будет ровная линия. Так вот, нам трудности, нам напряжение дается для того, чтобы мы развивались. Но здесь очень важно, вот я сразу перейду на следующий слайд, потому что я не хочу вам это преподнести, как вот такое напряжение, мы должны тут жить в напряжении, да, мы должны в радости и любви жить. Да, Оленька пишет, все мы пришли к осознанию и развитию благодаря задачкам. Абсолютно правильно, Оля. Вот, Лена пишет, подтверждение, серьезная болезнь ребенка сделала меня крепче. Безусловно. Вот смотрите, моя болезнь в свое время сделала меня мудрее. Она сделала меня мудрее. Гораздо. Вообще, у меня там колоссальные произошли осознания. И каким должно быть напряжение? Напряжение должно быть адекватным. Потому что если натянуть струну слишком сильно, она порвется. Если слишком слабо, она не будет звучать. Кстати, эти слова, это слова Будды. Когда он со своими... Кстати, в его жизни вот были тоже крайности две. А потом его философия пришла вот именно к золотой средине. Ведь Будда, он родился, да, во дворце, опекаемый. Все у него было. Но это как он воспринимал, как золотая клетка. Это как одна крайность у него была. Потом он так себя стремился дух свой усилить и отказаться от физического тела, да, как бы его потребностей. Что вот со своими учениками, по-моему, ну не буду уже сейчас я точно говорить, несколько лет, да, они жили в лесу. Они питались там червячками, пили дождевую воду. И вот однажды Будда услышал, как по реке плыла лодка. И учитель разговаривал со своим учеником. И вот он услышал вот эту фразу оттуда. Он услышал вот эти слова. Если натянуть струну слишком сильно, она порвется. Если слишком слабо, она не будет звучать. Он тогда осознал, что вот эти две крайности, они не несут нам той пользы, да и вообще того предназначения, ради чего здесь человек живет на планете Земля. Очень хорошо. Я приведу сейчас примеры вам. Вот эту золотую срединку иметь, да. И вот смотрите, осознаем напряжение, как необходимый стимул развития. Учимся направлять энергию в созидательное русло. Здесь картинка еще вот лампочки. Если напряжение слабое, оно светить не будет. Если очень сильное, оно перегорит. К чему я сейчас веду? Вот в этой полярности напряжение должно быть, но оно должно быть разумное. И сейчас мне хочется вам на глубоком уровне донести одну вещь. Если вы сами себе будете создавать небольшое напряжение каждый день, у вас не будет никаких крайностей. Потому что Вселенная будет видеть, что вы развиваетесь, вы молодец. А какое осознанное может быть напряжение каждый день? Например, вы понимаете, чтобы, например, по роду вашей деятельности, вам нужно чему-то подучиться. Возможно, на компьютере какой-то программы. Возможно, вам в другом каком-то аспекте, но вам нужны знания. Но вы все это отодвигаете. Вот смотрите, отодвигаете, откладываете. Потом будет как крайность сокращение. Кого уберем? Оставим лучших специалистов, которые больше знают. И вы можете оказаться за бортом. Вот это будет крайность. То есть эта Вселенная отреагирует на то, что вы не хотите развиваться. А если вы осознанно себе планируете, ставите, да, я вот в этом месяце подучу какие-то функции, программы. Я буду хорошо в них разбираться. Вот это называется самой себе создавать напряжение, но адекватное. Опять же, там, возможно, вам нужно подучить английский язык. Возможно, вам еще что-либо. Вы суть уловили. Возможно, вам нужно поработать в отношениях. У вас с кем-то напряженные отношения. Не ждите, когда они в вулкан превратятся. А подумайте, с какой стороны, с разных точек зрения, что я могу сделать, как задачки, да, в этом направлении. Как я могу улучшить отношения. Да применяя одно только упражнение, я его просто обожаю. Это упражнение техники плюс-минус-плюс в общении, да. Похвали вначале. Скажи, что ты хочешь, что тебе нужно улучшить, чтобы ты хотел. И опять похвали. Вы уже отношения улучшите. Я это применяю. Я почитаю разговор с мужем. Изначально обиделась, потом применила техники, медитацию на прощение. Очень быстро вышла на высокие вибрации. Вынесла урок с этого. Ну, просто супер. Я вас поздравляю. Ну, умничка, молодец, просто. Вот так мы и работаем. И это вот адекватное напряжение. Смотрите, мы немножко, да, погрузились. То, что я говорила. Крайности не кидаемся. Позволила себе немножко обидеться. Ну, мы девочки. У нас есть эмоции, женщины. Но осознанно потом в этом направлении поработала. Так что вот мы так всё и делаем. Осознанно подходим, да, осознанно подходим вот к этим вещам. И ещё по поводу крайности я хотела сказать такой, привести пример. Как нам уравновесить задачи уровня души и задачи тела, чтобы они договорились, чтобы вам было гармонично, комфортно развиваться и для души, и хорошо для тела. Потому что, смотрите, тело, оно-то позанимает, что оно смертно. Тело стремится к комфорту, вкусненько покушать, полежать. Вообще комфорту, вот это болотце, да, ему хочется вот этого кайфа для тела. А душа пришла опознавать, она пришла развиваться, и она теребит свою. И здесь важно, чтобы они договорились. Договорились о чём? Вот на равных, да, поговорили. Душа говорит телу, ты знаешь, я тебе помогу получать удовольствие от жизни. Я тебе дам такие возможности и знания, что у тебя будет возможность и путешествовать, да, у тебя будут жилищные условия хорошие, у тебя будет машина, у тебя всё будет. Но и ты дай мне развиваться, чтобы не было вот эта крайность, когда мы только материально погружены, да. А вторая крайность, когда мы только духовно развиваемся, но материальный мир не обращаем внимания. Но мы живём в материальном мире и в физическом теле, здесь мы это учитываем. А тело говорит душе, да, хорошо, я дам тебе тогда возможность помедитировать, побыть в тишине, почитать какую-то литературу, побыть на том же вебинаре. Вот сейчас вы могли там, не знаю, уехать на дачу, да, смотреть какой-то фильм, а вы находитесь здесь. Это вот ваша душа договорилась с телом, они вот взаимодействуют. Вот таким образом, чтобы не было вот этого конфликта. Отслеживайте. Мы любим тело, но мы и учитываем задачи души. Ну и ещё такой приведу пример, что такое тело. Почему мы должны, важно нам, чтобы оно было здоровое, красивое, сильное. Потому что тело, вот можно привести пример, это как ручка. Наша душа – это рука. И наш дух – это наша голова, наш творец, да. Мы соединены. Вот эта монада – дух, душа, и между ними нить. А нить постоянно на связи. А наша душа, да, она находится за сердечной чакрой. Наша нить, она всё время на связи с Богом. Но чтобы душа познала опыт, ей просто необходимо вот это тело написать, что-то сделать, что-то прописать, что-то нарисовать. Ей необходимо физическое тело. Поэтому мы и учитываем и задачи тела, желания тела. Поэтому мы очень даже заинтересованы, чтобы наше тело максимально долгое время нам служило эффективно, с прекрасной памятью, физической подтянутостью, сильным было. Почему важны физические нагрузки? Тоже вот буду вам пропагандировать здоровый образ жизни. Тогда вы максимально познаете больше через тело творческих, созидательных, классных вещей. Вы не будете лежать хандрить, что у вас где-то что-то болит. А вы сядете в самолёт и поедете на какую-то супер-тусовку психологов, да, где-то в горах, вот как мне сейчас предлагает Гуранда, в Абхазии, в горах у них там есть лагерь, можно туда приехать и заниматься практиками, общаться с такими людьми, как вы сами. Да, как проводят вот выездные поля сухого. Я очень хочу, мечтаю тоже попасть на её выездные, тоже на море, да. Для этого нужно, чтобы ваше тело было физически здоровым. Для этого о нём нужно беспокоиться каждый день, тренировать его, чтобы оно было сильным. Вот эту суть я вам здесь донесла, вам вот понятна вот эта связь, да, как она важна и важно, вот эта золотая серединка договорится. Если да, это было вам полезно, поставьте мне по 10-бальной, да, шкале, насколько вам это было полезно. Отлично. Ой, я очень-очень рада. Здорово, прекрасно. Хорошо. И вы вот прочувствуете вот это всё? Да-да-да, вот Венера, учитесь, обратите внимание на своё тело, любите, разговаривайте с ним очень хорошо. По утрам благодарить каждую, приветствовать своё тело, какое оно у вас классное. Ой, оно начнёт так откликаться, вы просто даже не представляете, как это здорово. Потому что вчера на восточных танцах у меня так получилось было индивидуальное буквально занятие, но у нас группа маленькая, и не пришли люди. И вот мой учитель, Ольга, я ей очень благодарна. Это было волшебство. Мы с ней танцевали, именно руками больше, обратили внимание, движение на рук. Я смотрела на руки, я говорю, Оля, у меня такое ощущение, что это отдельная вообще часть, и это личность отдельная. Это так было интересно, наблюдать это волшебство, как они умеют двигаться, как они умеют меняться, какие они становятся утончённые, грациозные, интересные. Это чудо, тело наше чудо, так что любите его. Хорошо, и мы двигаемся дальше. Что происходит с полярными началами при взаимодействии? Полярности помогают друг другу совершенствовать основное качество каждого. Каждая противоположность содержит в себе потенциал другой противоположности. Совершенствуется не только основное качество каждого полярного начала, но и дополнительное. Взаимодействие мы становимся совершеннее. Это, в принципе, как немножечко такой итог, то, о чём мы говорили. Взаимодействие, вот здесь взаимодействие, в вебинарной комнате мы уже становимся совершенствием, более совершенными. Я получаю от вас полезный тоже отклик. Я понимаю, на чем мне, что я несу правильно. Поговорим о том, что улучшить. Всё это нормально. И в то же время я вам несу полезность. Хорошо. Единственное, так, я пропустила, хотела вам примеры привести. Наверное, всё-таки я сейчас их приведу, и потом мы разберём вот этот слайд. Я хотела вам привести примеры полярности из жизни, самые простые. Так, время, я смотрю, время бежит. Но мы всё успеем, всё выйдет окей. Уже мы так немножечко подходим по полярности, мы подходим к эту тему, подвожу я уже подведению итогов. Но вот на примерах, кратко тогда приведу, самый-самый простой полярности. Это когда, например, человек очень любит чистоту, идеально любит чистоту, чтобы всё блестело, сверкало, нигде не пылинки. Он всё время ходит, вот и следит, убирает, моет, чистит. Это круглые сутки. Вы знаете, этот человек редко улыбается, как правило, и не очень счастливый. Почему? Он настолько сосредоточен только на чистоте, а вы же понимаете, тут же он гоняет своих близких, животных и так далее, чтобы никто нигде ничего не сорил, всё было чистенько. Это как какая-то крайность всё-таки проявляется, безупречность, знаете, вот эта идеализация. Когда человек, наоборот, кидается в другую крайность, он не очень следит за своим помещением, за своим пространством, а это энергия. У него там уже и жирность где-то бегает, уже слой пыли там огромный. Этот человек, как правило, тоже угрюмый, потому что и не очень счастлив. Он настолько погружён, понимаете, сама энергия уже в этом пространстве, в этой комнате будет очень низковибрационная. Что здесь хорошо? Золотая серединка. Мы следим за тем, чтобы у нас было и чисто, да, какие-то выделяем дни для этого, наводим порядок, но при этом мы находим время для многих других вещей. И поэтому мы улыбаемся, мы счастливы, мы радостны. Нам комфортно, у нас чисто, но мы не кидаемся вот в крайности, да. Отследите у себя, потому что, возможно, у кого-то из вас есть. Может быть, немножко нужно подтянуть вот эту золотую серединку, потому что чистота для нас тоже актуальна. Это наша энергия, в которой мы находимся. Вы сами замечали, когда вы убрали квартиры, ой, как хорошо и легче дышать, и прямо такой воздух, прямо настроение. Пусть немножко усталость в теле, вы устали, пока убирали, да, но вы дышите уже другой энергией. Это такой пример бытовой. Следующий пример хочу привести уже из опыта регрессии. Когда ко мне обратилась женщина, дело в том, что ее вид деятельности был таков, что она работала в серьезной компании. Сотрудники у нее были, в основном, это мужчины. Бесконечные заседания, много ответственности, много работы. И когда она ко мне пришла на сеанс регрессии, она пришла уже настолько в таком состоянии усталости. Она говорит, я поняла, что я что-то теряю в этой жизни. У меня ушла легкость, у меня ушла радость. Я хочу это вернуть. У меня тело начало уже сбои давать, здоровье. И мне это не нравится. И вот она захотела через регрессию узнать, где она может черпать вот эти ресурсы. Где ей лучше всего, каким способом, чтобы это было быстро, эффективно. В наше время, мы живем до сжатое время, мы очень заняты. Но, но, золотую срединку ищем. Так вот, вы знаете, был замечательный сеанс регрессии. Мы с ней попали в ее детство. А там, где она была счастлива, и где она черпала вот этот ресурс, это была деревня у дедушки с бабушкой. Она ездила туда каждое лето. И вот в самом сеансе регрессии она уже почувствовала запах скошенной травы. Лужи после дождя, как они носились по этим теплым лужам, по этой воде, как они визжали, бегали за друг другом. Вот эта радость, легкость. Вы понимаете, во время сеанса человек уже наполнился вот этим ресурсом такого детства, высокой энергии, вибрации. Она слышала запахи, звуки пения птичек, чувствовала запахи, да. А как относилась бабушка, с какой любовью к ней. И там она также получила от своих наставников подсказки, в том числе слово, маячок, такое слово, да, крючочек, который ей стоило произнести. И вот этот ресурс начинал к ней поступать. В каком плане? Даже в том же месте она там могла взять яблоко, да, уйти в какое-то более спокойное место, отдыхая пять минут вот этой медитации, как бы расслабления, скажем, вот этого слова, и она погружалась в то состояние. У неё сразу появлялась энергия, радость, улыбка, лёгкость, подход к жизни другой. Вот чем хороша регрессия. Но чем она ещё классная, мне понравилась. Именно в этом сеансе, работая с ней, ну, скажем так, мне в одном моменте я увидела у неё блог. И такой достаточно серьёзный, непроработанный блог с детства, который, ну, безусловно, создавал свои определённые, скажем так, трудности. Это, ну, застой энергии. И когда уже после регрессии я ей сказала, что есть вот такая ситуация, она со мной согласилась на 100%, что да, это есть. И я ей предложила другую технику, по которой она проработала уже этот блог. Смотрите, она пришла с задачей одной, мы её решили, но в регрессии нам наставники, они настолько нас любят, они настолько нас волнуются, хотят нам помочь, что они дали подсказку, мне удалось увидеть эту более глубоко вещь, и мы её достали и тоже отработали. Поэтому, пожалуйста, я вот просто вас приглашаю на сеанс регрессии, вы можете там решить за один сеанс те вопросы, с которыми вы ходите по 10-20 лет, поверьте, чем хороша вот именно эриксоновский гипноз. Он проходит настолько в это в лёгком состоянии. Оленька, благодарю, что да, ссылочку, почитайте отзывы, почитайте о наших специалистах, и понимаете, вы можете их годами действительно ходить, не знать, как же решить, а вам за несколько, за час-два, всё зависит, конечно, от разных ситуаций, вы можете решить вот такие серьёзные проблемы. Хорошо, вот привела вам примеры жизни. И вернёмся к закону полярности. От конфликта к гармонии. Гармония – это единение, достигнутое. Что дальше? От гармонии к новой поляризации. Любое достижение, любая вершина – это не завершение пути, а лишь открытие новых горизонтов. И опять же, вот здесь картина Рерих Шамбала. Смотрите, опять хочу вам донести вот такую важную вещь. Поляризация. Вот даже отношения мужчины и женщины, у них назрел какой-то конфликт. Поляризация. Они его решили. Гармония. Пришли к любви, всё друг друга простили, уроки осознали, выводы сделали, любовь. Дальше будет созревать следующая поляризация. Для того, чтобы развивались их отношения. Они чему-то учились. И опять придёт. И это будет приходить каждый раз на разном уровне. Прошли по спиральке, поднялись на новый уровень развития сознания. Прошли и дальше. Таким образом, Вселенная нас стимулирует работать, познавать, нарабатывать вот тот же опыт. И горы. Смотрите, мы не могли увидеть какие-то вершины, вначале не покорив первую вершину. Мы её покорили, пришли вот к этой гармонии, всё классно. Мы двигаемся дальше, мы покоряем следующую вершину. И так далее, и так далее. Но хочу вам донести одно. Делайте это с любовью, делайте это с любопытством, делайте это с наслаждением. наслаждением. Потому что наша душа на планете Земля только здесь она познаёт вот такое наслаждение от вкусовых качеств, что вы кушаете, от тактильных, вы обнимаете своих любимых, вы гладите животных, от запахов, цветов, от видения вот этой красоты планеты Земля. Она же прекрасна, просто-просто необыкновенна. Важно вот это видеть и подходить к каждой вершине осознанно. Вот это то напряжение небольшое себе даём, тогда ваша жизнь действительно будет превращаться в то счастливое гармоничное состояние радости жизни. И мы должны понимать, что 70 лет на планете Земля это всего лишь 7 секунд во Вселенной. Ну вот подумайте, на что вы тратите свой опыт. Опыт познания каких-то обид, жалости, там нытья и так далее или опыт познания любви, творчества, созидания, любопытства, счастья. Будьте вот здесь и сейчас, задавайте себе вопрос, а какой опыт я сейчас познаю? Он меня продвигает вверх или он меня ограничивает? Вот это всего две вещи. Его легко отслеживать. Что со мной сейчас происходит? Мои мысли меня продвигают вверх или они меня ограничивают? Вот здесь помните одно. Ваша душа, она всегда будет за вас. Она вас очень любит. Она будет всегда вас продвигать. Она будет вам говорить, ты молодец, ты умница, ты сегодня немножко лучше, чем вчера. Двигайся, я с тобой, я рядом, я дам тебе возможности. Наш ум, ну он будет опираться на страхи, на какой-то свой опыт. Он будет бояться, ну это тоже нормально, он где-то вас защищает. Но он будет вас ограничивать. Не суйся, не иди, не делай, полежи, потом, завтра. Не теряйте свои вот эти секунды на потом и завтра. Да? Осознанно двигаемся. Хорошо. Здесь вам все понятно. Давайте вы мне поставите пятерочки, если все вот ложится, информация, все окей. И мы двигаемся дальше. Понятно. Спасибо вам за обратную связь. А потому что сейчас мы буквально еще два слайда. Мы подведем как бы сам итог полярности, что он вам дает. Потом мы быстренько сделаем технику загадывания желания. Ну как бы я думаю, что через полчаса мы закончим. Немножечко больше по времени, чем планировали. Спасибо большое за обратную связь. Я очень рада. И смотрите, что дает применение закона полярности. Мы разные, но мы необходимы друг другу. Потому что во взаимодействии мы совершенствуемся. Поиск второй половинки это стремление вернуться к утраченному единству. Напряжение это источники движущая сила развития. Отсутствие напряжения признак застоя деградации. создаем легкое, осознанно развиваемся, напряжение делаем. Жизнь полосатая. Если сегодня полоса темная, то она непременно кончится. И на смену ей придет светлая полоса. Мы тоже это знаем. И знаем, что нам нужно делать, когда мы находимся в разных состояниях. Что дает применение закона полярности? Полнота отношений достигается, когда мы сотрудничаем с равными себе, стремимся быть полезными тем, чей опыт развития больше нашего и помогаем тем, кто меньше слабее нас. Гармония рождается как результат разрешенного конфликта. Однако состояние гармонии временно и относительно, а совершенствование беспредельно. Это очень интересно, это классно. Поэтому развитие это череда переходов от конфликта полюсов к их гармонии. От гармонии к новой поляризации. То, что я говорила, мы должны понимать в спиралью развиваемся и двигаемся. Любое достижение это не завершение пути, а лишь открытие новых горизонтов. Наша душа сейчас нам дали возможность душе развиваться неограниченно. Если раньше за одно воплощение душа поднималась как бы на одну ступеньку уровня развития, то, ребята, сейчас шикарное время, вы можете развиваться, пройти сколько хотите. Все только от вашего желания. И смотрите, закон полярности помогает видеть дуальность каждого проявления и обратную сторону происходящего. Понять, что без напряжения нет развития. Нужно только направить энергию в созидательное русло. изучаем, 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 различать крайности, чтобы находить золотую средину, от конфликта приходить к гармонии, к балансу интересов противоположных сторон и, объединившись, подняться на более высокий уровень, вместе выйти в большее пространство, проявления, как поиску нового полярного начала. Вот здесь я могу привести тоже прекрасный пример. смотрите, центр Лотос, мы объединились и поднялись на более высокий уровень. И теперь вместе мы входим в большее пространство, а нас, о специалистах, знают больше людей. И идем к поиску нового полярного начала. А какое новое полярное начало для нас, специалистов? А проводить вебинары, искать интересные темы, не искать, я думаю, у всех они есть, они внутри, мы просто они льются, мы уже хотим с вами делиться этим. и новые методики, что-то новое создавать, другие центры открывать. Вот он, вот он, эта полярность, как проявляется интересно. И вот такой еще слайд. Восстановление баланса мужского и женского начала позволит восстановить равновесие и сбалансировать на планете Земля. Очень важно нам иметь этот баланс понимания мужских и женских энергий. если наша душа воплотилась в женском теле, она хочет познать этот опыт. Мы познаем энергию проявления как женщина. И тогда это сбалансирует, вот даже на планете Земля меньше будет конфликтов, войн и всего остального. Вот это тоже я вам хотела донести. Хорошо. Ага. Хорошо. И вот следующий слайд буквально уже это троечная система загадывания желания. Но перед тем, как мы к ней придем, она тоже в полярности, мы это увидим. Вы мне, пожалуйста, кто хочет, может написать, а кто просто осознал, как я говорила, в той информации, что у вас была, добавился какой-то инсайт, какое-то осознание, провалился жетончик. Если у кого-то провалился такой жетончик, что-то для себя осознали, поставьте, тогда давайте поставьте восклицательные знаки. Если у кого-то кто-то задумался, есть пища для размышлений, поставьте пятерочки. И я тогда буду знать, что вы для себя что-то вынесли, вот тот жетончик. Если у кого-то что-то, Наташа, ага, есть такое, да, есть над чем подумать, и есть провалился жетончик. Отлично, отлично, я очень рада, спасибо вам большое за обратную связь, замечательно, хорошо, благодарю вас. И смотрите, что такое троечная система загадывания желания. Мы каждый день что-то с вами желаем, мы каждый день что-то хотим, но бывают желания настолько жгучие, мы очень сильно хотим, да, и тогда у нас включается страх, а вдруг оно не исполнится. Что я хочу вам предложить вот в этом, в этой системе, вот даже давайте сразу на практике будем с вами применять, загадайте сейчас какое-то желание, что вы хотите. Например, я приведу пример, вот я хочу машину, я хочу купить себе машину, есть у меня такое желание. Мысленно поработайте с ним вот таким образом. Представьте самый неприятный результат, что это желание не сбудется. Ну, например, я представляю, что придется мне пользоваться общественным транспортом, не будет у меня машины, буду я по жизни ездить в метро, маршрутное такси. Но здесь главное не халтурьте, а внутри себя четко вот это я и с этим я согласна. Таким образом, вы снимете страх, что оно не сбудется. Следующее. Представляете самый лучший результат. Я куплю машину, даже не той марки, которую я хочу, а высшего класса, лучшего класса. И здесь вы тоже спокойно принимаете, и с этим я тоже согласна, вот это спокойное состояние. Здесь мы снимаем значимость, потому что вот это тоже видите, здесь поляризация идет. И золотая срединка третья мысленно мы себе проговариваем на все воля Бога. Здесь идет полное доверие к миру, потому что только Богу известно, как вас привести к вашему желанию, какими путями. Ведь мы очень часто не терпеливы, не исполняются, мы начинаем нервничать, мы начинаем бояться, мы тратим энергию и так далее. А здесь, когда вы все вот это, а я сейчас Оля договорю и отвечу на ваш вопрос, когда вы вот это пропустите, вы уберете лишнее напряжение, вы отпустите свое желание в космос, на все воля Бога, будете заниматься спокойно своими делами, и если мне нужно получить эту машину, то Вселенная уже организует для меня это, а возможно вам это желание не нужно, чтобы оно исполнилось, вот это полное тотальное доверие миру. Вы можете начать тренироваться на самых маленьких желаниях, чтобы увидеть как оно работает, работает оно классно, я его применяю, потом уже на больших желаниях, потому что пойдет подтверждение, ну так поймались я на мысле, ой, хочу вот это, хочу пойти на какое-то крутое обучение, вам кажется, вот оно крутое, оно мне столько даст, прокрутите себе, вот так раз, два, три, быстренько, да, его быстро мы применяем, если у меня не получится, ну хорошо, я с этим согласна, я убираю страх, что оно не исполнится, если я там еще получу классные бонусы, мега результаты, я тоже с этим согласна, а в целом на всю волю Бога, если мне надо, я попаду на это обучение, вы таким образом, вы уже поняли, снимите вот эти все ненужные вам напряжение, будете жить спокойно и получать свои желания, чего я вам и желаю, хорошо, и вопрос, а как помочь человеку тот момент, когда он бросается в крайность, посылать ему в крайность и любовь и поддержку, смотрите, в любом случае мысленно работайте, да, посылайте ему любовь, поддержку, попросите ангелов, чтобы, ага, Оленька ответила, запись есть, да, чтобы они включились, тоже помогли ему, но и попробуйте предложить свою помощь, поговорить, просто поговорить, ведь иногда вы знаете, человеку даже не поговорить надо, а выговориться, выговориться дайте ему, не спешите давать совет, рекомендации, осуждать, давать какие-то оценки, может ты хочешь просто со мной поговорить, ведь когда человек так проявляется, у него что-то болит, у него не хватает любви, у него что-то болит, понимаете, и ему нужно, У меня было как-то, что я девочку слушала, она 3 часа, она рыдала, у неё слёзы вот так текли, почти 3 часа, и она рассказывала, 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 а я просто слушала. А потом уже в конце чуть-чуть мы поговорили, и в её жизни очень многое изменилось. Я ей потом провела ещё кардинальную психодиагностику, и мы посмотрели, почему у неё так это проявилось. Человек не умеет проявлять эмоционально-чувственные реакции. Настолько закрыто, всё было в себе, это накопилось вот так, вот так, что уже слёзы потекли, понимаете? А это вот проявление её характера, то, что по диагностике можно посмотреть. Дала рекомендации, я очень рада, у неё сейчас в жизни всё вообще прекрасно. Она потом мне давала рекомендации. Хорошо. Ещё Надежда пишет. Ну это мне так... Ну, то это мне не надо. А что не надо? Ой, немножечко я по чату упустила. Я уже давно так мыслюю, если не исполнилось, то мне это не надо. Прекрасно, молодец, Галя. Да, ну смотрите, ну вот прокрутите, вот знаете, чтобы у вас не было вот этой немножко крайности, ну как бы пренебрежения вдруг, да? Ой, если не надо, то и не надо. Вы намерение показывайте, что я хочу это. Вот здесь, чтобы вот эта маленькая тонкость. У меня страх чего-то желать, потому что на всё воля Бога. Тогда зачем то, что-то желать, если на всё воля Бога? А смотрите, вы снимете значимость и страх, что не сбудется благодаря вот этому. Желайте, обязательно желайте, всё время желайте. Даже рекомендовано составить список, его дополнять, вычёркивать. Но вы уберёте напряжение от того, что сбудется, не сбудется. Вы не будете, знаете, жить вот думая об этом. Ой, а сбудется, а получится, а не получится. Ваша ведь туда энергия будет уходить. А в это время вы эту энергию могли на что-то хорошее, созидательное, что-то для себя полезное. Полезное. Вот такое. Здесь тоже мы должны работать как бы тонко, легко и просто. Ага, так, ещё Лилия пишет. Я тоже, видимо, пользуюсь этой методикой с этого дня рождения. Прекрасно, иногда интуитивно мы это используем. Но если вы осознанно, вот щёлка, у вас эти три точки есть, вы раз-раз прокрутили на всю волю. Смотрите, на всю волю Бога это не значит, что отдаться, вот, как говорят, ну, что будет, то и будет. Не с этой позиции. Это с позиции, что у Творца на вас есть свои планы. И к чему-то он вас может привести своими путями. Просто будьте немножко терпеливы. Где-то вот так. Хорошо. И мы с вами двигаемся дальше. Осталась техника. Я сейчас вам хочу провести технику. И, в принципе, минут 10, и мы с вами попрощаемся. Потому что я понимаю, что немножко время больше ваше заняло. Благодарю, спасибо вам и всем специалистам Центра Лотоса. Благодарю, Оленька, очень приятно, очень приятно за ваши слова тёплые. Хорошо. И смотрите, техника растворения внешних страхов. Вот здесь полярность, тоже дуальность. Познаем мир через сравнение. Есть любовь. Это единство с миром. Это свобода. Это движение вперёд. А есть страх. Это отсутствие единства с миром. Это ограничение. И нет движения. У нас очень много у всех было страха в течение жизни. И вот на этой технике я хочу вам помочь освободиться хотя бы от какого-то количества страха. За одну технику, возможно, у кого-то получится. Я буду очень рада. Вдруг кто-то получится вообще освободиться. У кого-то частично. Во всяком случае, я буду рекомендовать эту технику вам пройти самостоятельно ещё 2-3 раза по ощущениям. Хорошо. Тогда техника будет 5 минут всего. Я вас попрошу, если есть у кого-то водичка, можете попить, потому что вам нужно сейчас будет расслабиться. Садитесь, пожалуйста, удобно, комфортно. Не скрещивайте руки, ноги. Они должны быть лежать у вас, да? Спокойно, чтобы энергия текла. Спокойно. Закройте, пожалуйста, глаза. Закройте глаза. Сделайте глубокий вдох. И медленный выдох. Выдох делаем в 2 раза медленнее. Тогда наше тело очень быстро расслабляется. Ещё раз сделайте вдох. И медленный выдох. И почувствуйте, как расслабились ваши плечи. Ваши руки. Ваши руки. Спина. Живот. Ноги. Сделайте ещё раз вдох. И медленный выдох. И почувствуйте, или представьте, что все, всевозможные страхи, навязанные вам родителями, друзьями, обстоятельствами, социумом, вы носите на себе в виде некоего корсета или бронежилета. Представьте это, или почувствуйте, или на ощущение, что я знаю, что вот на мне этот тяжёлый бронежилет со страхами. И представьте, вот какой он тяжёлый, такой металлический. И что вы идёте в этом корсете, и как вам тяжело. Вы идёте в нём по лесной поляне. И через эту поляну течёт чистый ручей. Горный чистый ручей. И вот вы идёте в этом металлическом корсете, который создан из всех ваших страхов. И он давит на ваши плечи, на вашу грудь, живот. Он очень тяжёлый. Вы сгибаетесь под его тяжестью. И вот вы доходите до ручья и снимаете с себя этот корсет. Представьте мысленно, как вы его снимаете. Снимаете этот корсет и бросаете его в ручей. Почувствуйте или представьте, как эта вода начинает растворять этот корсет. И растворять все страхи, с которых он создан. На ваших глазах он начинает растворяться от воды. Мысленно зайдите в ручей и возьмите в свои руки горсти песка. Представьте, у вас в руках песок. И начните мысленно тереть этот корсет. Мысленно представляю, что вы стираете все свои страхи. Они растворяются и растворяются от ваших движений. Их становится всё меньше и меньше. И вы попросите воду помочь вам в этом. Вы трёте и трёте и постепенно от вашего корсета ничего не остаётся. Почувствуйте или представьте, как вода уносит остатки. Остатки ваших страхов. Они растворились. Мысленно поблагодарите все ваши внешние страхи. Долгое время защищающие вас. Поблагодарите их за помощь, поддержку и опыт. Они были вам нужны на каком-то этапе вашей жизни. Мысленно благословите их своей любовью. И отпустите их с миром. И мысленно обратитесь к воде. Попросите воду растворить всю информацию о всех ваших множественных страхах. Память о них и даже их следы. Почувствуйте, как вам стало легко. Что вы расстались с некой частичкой. Частичкой себя. Которая чего-то боялась. Которая не верила. Почувствуйте, что вы сейчас всё больше и больше раскрыты. Вам стало легко и радостно. И сделайте глубокий вдох, выдох и откройте глаза. И сделайте эту технику самостоятельно ещё несколько раз. Вы почувствуете, насколько вы раскрываться начнёте больше. Насколько вам легко будет становиться действовать и принимать решения в разных ситуациях. И напишите мне в чат, у кого что получилось. Получилось ли у вас снять часть страха? Благодарю. Получилось, значит. Да, отлично, отлично. Я очень рада. Я очень рада. Здесь мне пожелания написали. Благодарю вас тоже, что вы молодцы, что вы сейчас потрудились. Потому что, может быть, немножечко я спешила. Но очень мне хотелось, чтобы вы эту технику прочувствовали. Получилось. Благодарю. Очень легко. Стало легко и отлично. Замечательная техника. Очень простая. Вы можете сами. Приятные ощущения были, да, Надежда? Замечательно. Унесло. И стёрло, стёрло всё. Прекрасно. Замечательно. Вот сами можете применить ещё технику. Вы увидите действительно, насколько вам станет легче дышать. Вы будете открыты. Вы легче будете более смело принимать решения в любых ситуациях. Потому что ушли, ушли. Какие-то блоки, какие-то страхи. Вот эти. Дышать даже. Да, да. Расцвел цветок в груди. Вот видите, Боже мой, как ваша душа отреагировала. Замечательно. Очень-очень рада. Благодарю вас за обратную связь. Молодцы все, кто написали. Все, кто был до конца вебинара, молодцы. Просто. Кашляет даже. Запершила в горле, да. Ира пишет. Такую классную технику. Если легла в воду, стало лег. Спокойно. Страхом, чтобы было тепло. Прекрасно. Вы такие молодцы. Здорово, что вы потрудились. Ваша душа сейчас потрудилась. Умнички. Я тоже очень рада, Надежда, что вы были на вебинаре. Хорошо, мои дорогие. И мы тогда переходим к следующему слайду. Тарарам. Три подарка. Ага, все, Галина, я вижу. Сейчас кто первый напишет. Я благодарю. Ну, уже есть. Да? Три первых человека есть. Вы уж, пожалуйста, не обижайтесь, кто не успел. Ну, вот. Три человека. Я потом чат просмотрю. Смотрите, у меня, вы знаете, кто три, я думаю. Скайп Абера 63 набираете. Дорогие мои, ну, уже не пишите даты. Я просто физически не успею. Не смогу. Всем, если хотите, пожалуйста, приходите ко мне на диагностику. Сделаем полную диагностику. Это около двух часов. Вы получите мега открытие, рекомендации. Потому что точечная диагностика, это точечная. Я вам дам информацию. Но, во всяком случае, добавляйтесь в скайп. Пишите, что на диагностику. Я с вами согласую время. И мы с вами поработаем с большим удовольствием. Хорошо. На этом, на этой ноте я хочу с вами попрощаться. Пожелать вам золотой срединки. Находить в жизни радость жизни, счастья, любовь, творчество, созидание. Потому что, находясь в золотой срединке, мы это все качества проявляем. Достигайте всего, чего вы хотите. Приходите на следующие вебинары. Познавайте. Новое. Я на следующем вебинаре. У нас пять законов взаимодействия. На следующем своем вебинаре я вас планирую познакомить с законом преемственности и подобии. Он тоже вам раскроет больше осознания и пониманий. Ага, Надежда пишет, пока рада улыбалась, пропустила момент, когда надо было это писать. Ничего. Вы знаете, все, что не случается, так, значит, должно быть. Даже по троечной системе загадывания желания. Попадут именно те люди на диагнозе, которым для них это очень-очень актуально. Я в этом уверена. В общем-то. Хорошо. Я вам желаю всех благ. Благодарим за то, что вы были со мной. Приходите еще в наш центр. Приходите, записывайтесь на регрессию. Решайте свои вопросы быстро и легко. Наставники вас всегда ждут там. А мы, как проводники, рады вам помочь. Любви вам и всего самого-самого доброго. И до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин